Станислав Воскресенский продолжает знакомиться с достопримечательностями областного центра. Одно из обязательных мест для посещения – научно-практическая метка и гордость не то что региона, а ЦФО – пожарно-спасательная академия МЧС. Руководителю губернии показали учебный комплекс с двумя лабораториями модульных и установок водяного пожаротушения. Такие системы уникальны, например, для сложных объектов, такие как православные храмы. Когда отследить уровень задумленности, то есть пиковый режим, очень сложно, потому что в процессе эксплуатации может быть образование дыма из детства. От свечей. От свечей. Здесь учатся курсанты академии также работать с интегрированным комплексом, обеспечивающим систему пожарной безопасности любого объекта. Приходят те, кто обслуживает и проектирует реальные установки пожарных систем. Есть огневая испытательная камера, которая позволяет создавать модельные очаги пожара и производить, соответственно, пуск установок различных типов. Также научное направление связано с разработкой и совершенствованием системы противопожарной защиты. Это разработка новых типов оросителей, это разработка новых технологий автоматического пожаротушения и системы обнаружения пожара. В Рио губернатора лично посидел за штурвалом тренажеров. Посмотрел, в каких условиях обучают спасателей. Гордиться здесь и вправду есть чем. Это многофункциональный комплекс подготовки. На экраны выведены изображения с экшн-камер. Молодые спасатели снимали на видео ликвидацию тренировочного возгорания. На уроках разбирали ошибки. На компьютерах программы, проектирующие различные ЧП. Тренажер тушения пожаров – некая игра, которая позволяет отработать те самые действия. Курсанту предоставляется возможность выбрать количество сил и средств. Он является руководителем пожарно-спасательного подразделения, как гарнизона, так и караула пожарного. Дальше моделируется ситуация, в которой он с помощью мыши и клавиатуры расставляет силы и средства. И тем самым реализует задачу, основную задачу. В пожарно-спасательной академии обучаются около 4000 курсантов и кадетов. Выпускники служат в различных подразделениях пожарной охраны 32 субъектов России. От Брянска до Ямало-Ненецкого автономного округа и Чеченской республики. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Наверное, когда что-то...